Всем доброе утро, ребят, и у нас новый день. Сегодня мы продолжаем подготовку к Новому году. Только теперь немножечко на следующий этап нужно подарочки готовить. Я хотела делать это как-то с утра ранее, но как обычно не получилось. Сегодня 22 декабря до Нового года 8-9 дней, и я еще до сих пор не купила никаких подарков. Поэтому буду сегодня это делать. Я не знаю, могу ли я в влоге говорить кому, какой подарок я готовлю, потому что некоторые люди могут это увидеть и таким образом узнают о своих подарках. Это не очень прикольно, поэтому я как-то буду это скрывать. Не знаю, посмотрим. Сейчас 12 часов, еще нет 12, я уже сходила в душ, промыла волосы. Хочу сейчас перекусить, и мы будем с Асей снимать одно видео ей на YouTube разговорное. Мы там будем делать макияжи, типа болтать и все такое. И потом после этого мы поедем в торговый центр, хотим с Асей походить, побродить, чтобы купить какие-то подарочки. Я думаю, что я куплю что-то для мамы, куплю что-то для бабушки, посмотрю что-то Асе, теме, я до сих пор не знаю что, да и в принципе никому. В целом я особо не знаю, что именно я хочу дарить, буду сходить выбирать. Я говорила с мамой, говорила с бабушкой, они не знают, что они хотят в подарочек, поэтому придется импровизировать, выбирать что-то самой. Вот, все, начинаем влог. У нас наконец-то снег и новогоднее настроение проще подпитывается за счет соответствующей погоды еще. Позавчера у нас выпал снег, вот до сих пор не растаял. Вчера было первый раз прям очень холодно, было минус 9. Я знаю, что у некоторых из вас минус 30, но для нас минус 9 это уже очень холодно, потому что это впервые, это зимой вот такая температура. В прошлом году минус 18, минус 20 у нас были рекордные морозы, но вчера прям было холодно-холодно, поле дня. Итак, я переоделась, кофточку надела светленькую для видео, чуть-чуть консилером убрала свои прыщи и подкрасила брови, а все остальное красить я буду сейчас на видео с Асей. Мы уже садимся снимать ролик. Судьба и в том, что мы будем повторять макияжи. Я выбрала три картиночки новогоднего макияжа, которые я хочу попробовать повторить. И, собственно, сейчас мы будем это делать. Здравствуйте, главный оператор съемщик сегодня. Здравствуйте, так странно без макияжа. Молодец. Что? Это без макияжа так странно обычно в видео. Да, я чуть-чуть подкрасила все равно свои прыщи и это... Потому что у меня такой вылез прыщ, здесь большой и болючий на лбу. У меня получается из этого крема, которым я пользовалась, который мне не подошел, я не помню, я вам рассказываю, нет, короче, я пользовалась кремом где-то неделю, который слишком был для меня плотный, он мне сильно забил поры, у меня начали появляться комедоны, у меня весь лоб комедонами обкидала. И сейчас я уже пользуюсь другим кремом, новые комедоны не появляются, но те, которые были, сейчас по очереди по одному воспаляются. И, соответственно, у меня на лбу в одном месте прыщ, в другом месте прыщ, в третьем месте прыщ. Пока все эти комедоны не воспаляться и не пройдут, мой лоб будет обкиданным прыщами. Моё любимое. Покупайте кремы, которые вам подходят только. Я думаю, к такому видео про макияж можно открыть отсек адвент-календаря как раз. Даже, наверное, два, потому что я не помню, я вчера, по-моему, не открывала. Да, точно, я вчера не открывала, потому что я не снимала вчера влог. Вчера я была больше в сториз, да, и в целом ничего такого особо интересного не было. А вот сейчас с вами давайте откроем сразу два. У нас тут вообще осталось с вами немного продуктов. Наполовину он уже, даже больше, чем наполовину пустой. Так, двадцать первый. А, вот двадцатый открываю. Здесь какие-то тенюшки будут, скорее всего. Это в тему, потому что надо здесь три макияжа делать. А нет, это румяна. Они такие розовенькие, красивые. У меня очень похожие есть. Будут еще одни. Так, двадцать первый. Здесь что-то зелененькое. Наверное, кисточка будет. Почему она замотана бумагу? До этого ничего не было замотана бумагу ни разу. Для чего эта кисточка? Ты такое видела вообще? Она какая-то очень странная. Супердлинный ворс у нее такой, но при этом она узкая, сплютнутая. Я не понимаю, что ей делать. Двадцать второе. Здесь просто какая-то, скорее всего, помада. Я бесконтрольно открываю адвент календарь не по одному, а по два. О, о, кью! Здесь розовый блеск для губ. Он, наверное, будет именно как не матовая помада, а просто как блеск. Потому что мне уже попадался фиолетовый такой. Я его наносила. Он с цветом, но не очень пигментированный. То есть он чисто такой отлив дает. И этот, скорее всего, по тому же принципу будет работать. Ну, ладно. Вот эта кисточка, правда, непонятная, а румяна и этот блеск мне нравятся. Все, остальное в следующий раз. У нас осталось, кстати, четыре продукта всего. А до Нового года дней больше. Но тут 25 дней, он рассчитан типа до Рождества. У нас тут дофигища косметики с Асей. Я притащила, наверное, всю свою косметику. Нет, не все. Но я надеюсь, мне больше... Да, я надеюсь, мне больше не понадобится. Это та, которой я чаще всего пользуюсь. Ее как-то тоже много стало. Раньше было меньше. Блин, вот эта штука, кстати, для кисточек, я такой... Она самая удобная из того, что я тогда купила в Минесо. То, что я сюда скидываю все, 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 что только можно, высокое. Здесь все блески для губ стоят, которые падают в органайзере. Здесь все кисточки, которых тоже из-за адвент-календаря теперь стало у меня очень много. Ну и лед. Только что... Ой, я не буду полить макияж. Я его распалила только что. Да, но не важно. Я только что сижу, жалуюсь на свет. Говорю, боже, софтбокс такой хороший свет дает. Я вообще... Мне так не нравится моя кожа под ним. Она вся такая проблемная. Еще больше видно все эти шрамы и прыщи. И я такая, типа, господи, уберите меня от этого софтбокса. Иначе я сейчас пойду к косметологу. И софт выключается. Пропадает электричество. Вы понимаете, как это стрёмно? То, что ты до этого час говорила, уберите меня от этого софтбокса, то не важно. Я просто ведьма. Все, мы будем сейчас как-то дальше снимать. Видео готово. Мы его досняли уже без софтбоксов, потому что электричества нет. И уже его нет еще где-то минут 40. Уже прошло, его до сих пор не включили. Я не могу себе нагреть, покушать, потому что я голодная. А у нас плита электрическая, и все, он не работает. Поэтому сейчас мы ждем, пока включат свет. Асе нужно подвертить камеру, и потом поедем в торговый центр. Но пока электричества нет, мы не можем поехать. Поэтому я сейчас воспользуюсь моментом. Схожу на почту и заберу посылку. Мне там пришла одна коробочка для рекламы. Мне надо ее как раз сегодня было забрать. Я планировала по-другому делать порядок действий сегодня. Но раз такое дело, заберу сначала посылку, а потом поедем. Я не могу найти свои колботки. Теплые. Вы где? На улице, кстати, минус 9. А, я вам уже говорила. Короче, у нас с Асей уже вообще поменялись все планы на день. Из-за того, что нет света. Но он только что появился. Уже когда мы все планы поменяли. Короче, сейчас мы с Асей вместе утеплились. Пойдем, заберем на почте мою посылку и потом сходим в продуктовый магазин. Потому что нам, ну, Асе нужно купить продукты. Мне тоже нужно купить, там у меня яйца закончились. Такое, типа... Благодаря мне. Сливки, там что-то еще. Ну, короче, надо сходить в магазин. В общем, мясо, может, какое-то куплю такое. И потом нужно будет... А, подожди, у нас же уже есть электричество. Фактически можно не заказывать еду. Ну, это суши. Ну, это суши. Короче, Ася мне предложила заказать суши и смотреть нового Гарри Поттера. А я чувствую себя просто такой ни черта не делающей, если я смотрю что-то днем. Ну, типа... Так, а представь, что мы можем сегодня даже две серии успеть посмотреть. О, ладно, ради Гарри Поттера я готова на это пойти. Ладно. Профессионально манипулирую людьми, чисто. Ладно, мне надо будет еще рекламу перед этим снять. Сейчас я пойду и заверю на почте посылку с тем, что мне нужно будет показать в рекламе. Вот. Еще вот такие перчатки. Я себе заказала недавно, ребята. Это кайф, особенно для блогера. Очень удобная штука, потому что... Да, пальчики все равно подмерзают сверху, но... Ну, как сверху? Это не верх пальчиков, это кончики пальчиков. Концы пальчиков подмерзают, но из-за того, что все равно большая часть руки в тепле, это намного теплее, чем вообще без перчаток. А в самих перчатках мне неудобно, потому что мне постоянно нужно включить камеру, вот этим всем разобраться. Ткнуть на экранчик, чтобы навести фокус, а он только сенсор, ну, принимает, то есть пальчик. Телефон тоже постоянно, стори снимать, это все постоянно происходит случайно, быстро, в движении, в моменте, как бы, понимаете? Губы не накрасиваешь в перчатках. А вот так очень удобно. Это Женя Евгений Орел меня подсадил на такое. Я раньше сама на него смотрела, думала, боже, Женя, как ты ходишь в таких перчатках? А он знает фишку, он понял суть. Я познала ее теперь тоже. У нас теперь с ребятами есть у входа вот такой поддон с тряпкой, потому что снег стекает с ботинок, и у нас грязный еще и пол из-за этого. Но нам нужно еще купить по-любому какой-то коврик будет, потому что этот поддон не самая удобная вещь. Так что теперь мы с него сразу в коридор выходим. На улице полное дубео, халвео, зеркозео. Просто холодный очень. Так непривычно. Так непривычно, как будто хат такой холодный просто. Ладно. Короче, все, сначала на почту сосить за скотчем. Где-то маленькая коробочка. А потом магазин. Ну, мы вроде по максимуму лучше прелестны, насколько это было возможно. Надеюсь, этого хватит. Кстати, ой, скользко, блин. Я отказываюсь садиться за руль. Как тут ехать? Кстати, ребят, вам очень важная минутка безопасности. Я, как водитель, постоянно вижу проблему вот такую зима. Вы все в шапках и в капюшонах, когда холодно. И переходите дорогу, несмотря по сторонам, потому что типа капюшон, и вам неудобно. Даже если по пешеходному переходу, пожалуйста, оглядывайтесь. Потому что в такую погоду, и вообще зимой рано темнеет. Все ходят в темной одежде. Пешеходов реально плохо видно. Дорога скользкая. Вот, вот это что очень важно. И мы не можем резко затормозить. Вы типа если едете в машину, и видите, что она не тормозит, не вылезайте перед ней. Потому что это не обычная дорога, это скользкая. Я очень часто вижу вот эту картину, как дети или девушки, просто женщины, мужчины. Не важно. Вы идете в капюшоне вот так вдоль дороги, и как шли, так и поворачиваете, и переходите дорогу. Но это супер необдуманно. Поэтому, пожалуйста. Ну, типа, по сторонам посмотрели. Если надо, сняли капюшон. Наушники доставайте с ушей всегда. Если вы еще в наушниках с капюшоном, тогда вообще просто не надо. Видите, вас плохо видно. И мы не можем вовремя останавливаться. Короче, ребят, мы забрали посылку, долго стояли на почте, ждали. Но ничего, получилось. И зашли здесь в магазин, прям рядом, который находится с почтой. Я тут первый раз. Он такой бестолково неудобный. Очень. Здесь легко. Я ни черта не смогла купить, найти много не смогла из того, что мне нужно. И много всего забыла. Я сейчас уже пока стою, жду Асю, вспомнила, что не купила. Потому что просто все непривычно, непонятно. Мы в этом магазине первый раз. Я лучше не люблю ходить в магазины за продуктами, в которых я раньше не была. И сегодня так получилось. И я просто набрала тяжелый пакет. Хотя там реально все бестолковое. Того, что мне реально нужно, я не взяла и как раз-таки забыла. Ну, ладно. Жду сейчас Асю. Она тоже на кассе. И мы пойдем уже домой. Дом покушечку пьем. Вот идем сейчас с Асей как раз вместе... Ой, фокус надо пойматься. Вот. Вместе возмущаемся о том, какой бестолковый магазин мы только что посетили. Капец, там все так неудобно. И так грязно. Я не знаю. Мне очень не понравилось. Причем, сколько сейчас? Четыре, да? Да. Четыре часа. Там очень много людей. Четыре мы выше. Это мы где-то в тридцать, сорок. Причем, ребят, людей настолько много, что не было ни одного свободного шкафчика, в который можно положить вещи. Я в шоке. Я просто даже не смогла свою посылку положить в ящик, чтобы не таскать ее по магазину. Пришлось таскать в итоге. Это ужас. Да, там и пройти тяжело. Там очень узкие ряды. И еще и особенно там, где хлеб, там узкий ряд. Хлеб. И рядом кулинария. И все стоят, кто хлеб ищет, кто кулинарию выбирает. Короче, у людей просто тьма. Это ужас. Это было неправильное решение. Надо было пройтись к АТБ нам все-таки. Хотя не так холодно. Зато мы уже знаем. Мы купили самое основное. В этот магазин больше никогда уже не придем. Я, кстати, поняла, что я забыла купить. Много из того, что я хотела. Не, ну я тоже. Просто оно не попалось на глаза мне. Я и не вспомнила. Обычно как-то в магазинах все удобнее. И все, что тебе надо, попадается на глаза. А тут нет. Ну и ладно. Да, холодно, конечно, очень. Хорошо, что мы в шапках. В шапках кто в чем. Потому что ужас. Я не знаю, это всего минус 9. А может быть минус 20. Прикинь. Так, мы пришли домой. Кратко. Как у нас происходит раздевание. Теперь мы только вот так разрываемся. Одну. И потом стереть. Потому что коврика, когда нет, это не очень прикольно. У нас тут лежит один, но он там тоже нужен, мне кажется. Да. Надо просто сюда еще один какой-то купить. Ну, я, когда зашла, тут было пусто. И я просто одной ногой сразу сюда встала. Вторую сняла. И так же все сделала. Вот поэтому я не ношу шапки. Ух, чего? Я теперь моток. Ты сейчас похожа на вот эту девочку. Блин. Из Гринча. Нет, знаешь. О, Боже. Кому-то да. В ТикТоке, знаешь, семья есть, которая малая, блондинка там такая. Короткостриженная. Да-да-да, вот эти. Это, пап, смотри, я беременна. О, вернулась, детки, детки. Да-да-да. Вот это еще на нее похоже было. Вот поэтому я предпочитаю шарфики на голове. А у меня что-то лакханалия. Ой. Ну все, нахера мы красились, нахера я голову мыла. Все бессмысленно сегодня произошло. Это не счастье, о-о-о-о. Душа летела над лужами. Ася принесла еду. Ну, курьер нам принес. Мы заказали роллы. И смотрим уже Гарри Поттера. Греемся. Привет, Тёма приехал. Доброе утро. И уже новый день. Вчера все пошло вообще не по плану. И все наши запланированные подарки, вот это вот все, оно все отменилось. Поэтому попытка номер два будет сегодня. Вчера после просмотра фильма мы просто болтали с ребятами, отдыхали, потом пошли спать. Поэтому я уже ничего не снимала. Гарри Поттер – это любовь. Мы хотим сегодня вечером еще одну часть посмотреть, естественно. Боже, спасибо создателям Гарри Поттера, что сняли так много частей по книгам. Но я сегодня уже взялась конкретно за подарки. Начала я день с того, что занялась подарками, как я сказала. Я заказала подарок Даше на Новый год. Заказала подарок маме. На Новый год заказала часть подарка Асе. На Новый год я заказала еще для вас кое-что. Анонсировала сегодня в сторис. Рассказала, что для вас у меня будут подарки к Новому году тоже. Нет, подождите. Нас прервали, потому что мне позвонили, подтвердили заказ. Короче, подарки будут и для вас тоже. Если помните, я еще летом говорила, что хочу сделать для вас подарочки. Но тогда-то это в руки не дошли. Потом я придумала этому всему другое, типа применение по-другому вам и хотела подарить. Потом все равно накрылось. И я такая, ладно, все-таки подарю к Новому году. Поэтому все подарки, которые я вам тогда готовила, у меня не лежат в комоде. Я собираюсь их все-таки разыграть, подарить. И заказала еще часть для наполнения боксов, миленьких штучек сегодня тоже. Нужно еще сами коробочки заказать, но это не проблема. Я уже нашла где. Сама их упакую для вас. Вам перточку бумагу, красиво. Будет классно, короче. Хочу еще туда записки такие от меня поздравления с Новым годом положить. Ааа, короче, я жду не дождусь. Надеюсь, вы тоже. Я вам все потом буду рассказывать, показывать в процессе, как я буду все эти боксики собирать, паковать. Должно быть интересно. Так что, надеюсь, вы рады. А все остальные подарочки, которые я там заказала маме Даше, Асе, не помню, кому еще что-то еще заказала, я ему вам не буду рассказывать, чтобы не спойлерить. Поэтому потом уже, когда я буду все это дарить, вы все это узнаете. Все. Я сейчас немножко должна по-домашнему делать то, что мне нужно заправить постель, мне нужно выгрузить с сушилки вещи, загрузить новую стирку, разгрузить посудомойку, запустить робот-пылесос. Вот это основные мои сейчас задачи. Потом начну собираться, потому что сегодня мне надо еще отснять рекламу для одного бренда. После этого мы хотим с Асей поехать в торговый центр и там еще кое-что докупить. Мне нужно Асе кое-что докупить. Мне нужно для вас еще кое-что посмотреть. Я придумала уже, что надо это купить. И я все еще в замешательствах насчет подарка для Темы. У меня есть несколько вариантов, не знаю, что из этого выбрать, так что буду еще думать. Но я рада, что процесс начался, запустился, мне было сложно за это все взяться, за подарки. Но время пришло, я наконец-то этим занимаюсь. У меня уже три заказа онлайн готовы. Но моя любимая часть дня сейчас, это включать гирлянды все. Это кайф, красота такая. Так, заправляем кровать. Давайте, это будет волшебным образом. И вот так вот красиво. Но мы все знаем, что магии не существует, поэтому вот реальность. Заправляю. Так, все люди. Так, надо включать темп. Я сегодня, слава богу, проснулась не поздно. Я проснулась в 9, где-то 15, 20. Делала там свои дела, с менеджером пообщалась. Там вопросы по рекламе уточнила. Сегодня, которую мне надо доснять. Минстер вам про конкурс рассказала, что-то там еще делала. Короче, я всем этим занялась утром, чтобы сейчас на это не тратить время. И теперь уже включаю оборотики и погнали. Потому что, блин, дел много. И нужно быть в темпе. Так, последний штрих. Ить. Ой. Ить. Пришла в гостиную. Посмотрите, что Тема сидит делает. Что ты делаешь? Я упаковываю подарки. А кому? Подписчикам. Да ладно. Ладно, на самом деле я знаю. Я вам не рассказывала, Тема у себя уже рассказывала, что вот это вот все, это подарки от Темы для вас. В общем, у него тоже будет для вас несколько коробочек миленьких, приятненьких. И сейчас Тема сидит, сам это все собирает, украшает, наряжает, пакует. Я сейчас тоже ему буду помогать. Это супер миленько. Я считаю. Процесс вообще очень классный. Тем более в такой обстановке. Показываю вам, чтобы вы знали, что каждая коробочка, которую Тема будет вам дарить, и потом я тоже буду это делать, она каждая собрана с душой, с любовью. Нашими лично руками упакована, а не чьими-то чужими. Вот Тема, смотрите, так старается. Даже этот туториал включил, как паковать подарочки. Ты мой зайчик. Помочь тебе? Да, садись, работа не хватит на все. Хорошо. Так, теперь время сушилки. Я на ночь включала. Почти сухое. Что-то еще придется досушить, потому что штаны обычно прям до самого конца у нас не просушиваются. Они все равно такие слегка-слегка влажные, особенно вот джинсы, где плотная ткань. Поэтому сейчас, наверное, еще повешу это. О, нашла. О, нашла. Собрала. Все, и теперь оно вот здесь, просто в квартире, потому что здесь достаточно тепло и сухо. Потому что батареи работают. Оно досохнет буквально за пару часов. И уже можно будет это все сложить в шкаф. Так, все, я закончила с этой вот частью. Все, ставим ставки. Я думаю, что через час все будет сухое. И увидела как раз подъемочек адвент-календарь. Думаю, почему бы нам его сразу не открыть, раз уж мы здесь. Так, 19. У нас осталось вообще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ааа, прости, пожалуйста, помада или что-то такое. Я думаю, помада. О, ого. Это, наверное, тени бронзовые. Да, это жидкие тени такого бронзового цвета. Ну, окей, я не очень люблю, правда, жидкие тени. Ну, ладно. Не буду сегодня больше открывать. У нас и так мало всего осталось. Но адвент этот сладенький давайте тоже откроем. Так, мне нужно, я не помню, 18 вот уже открыто. 19 есть. Вот, 19 закрыто. Блин, тут яйцо будет, наверное. Не люблю их. Давайте 20 тоже откроем. Я где-то его видела. О, а тут поинтереснее. Тут шоколадка будет, киндер. Дааа, это мы любим, это мы любим. Все, хватит. Так, ну что, теперь переходим к следующему этапу домашних дел. Пылесос. Я его запущу сейчас по зонам, как мне удобнее. Кухня. Поехал. Закончит на кухне, потом переведу его в гостиную, потому что мы сейчас там, что мы будем с подарочками разбираться, скорее всего. А, о, посудомойка еще. Вот, что я забыла. Привет! Все чистое. Так, пропускаем ладжик сначала. Так. Влажная? Влажная. Все, так, разрушить пустое мойку и потом пойдем сюда в порядок приводить и терять его в гостиную. Так. Это сюда. Блин, надо этот поднос уже нам помыть для вилок-ложек. Здравствуйте, часочки блестящие. Ммм. А мы еще покушали только что. И я так и не успела помочь Теме с упаковкой коробок. Он, в принципе, сам довольно быстро справился. А ты все уже упакал, Зай? Да, все тоже. А когда, когда? Завтра будем отснимем кусочек и покажем ребятам, что за подарки, что нужно делать, чтобы получить подарочек. Условия будут очень простые. И каждый сможет себе положить под елочку еще один маленький подарочек. А может и не маленький, там есть разные. Да, там типа сюрприз боксы сделаны. Хорошо. В общем, я вам потом тоже скажу. Сама я сегодня еще дозаказала. После того, как я заказала, еще дозаказала кое-что для своих боксов тоже вам. Вот. Сейчас сделаю макияж. Мы с Асей пойдем, поедем. Я, наверное, сегодня поеду на учебную горку. Без меня? Да, очень сильно хочу. Завтра открывают протосовья рода. Мы с Асей пойдем. Закончили съемку рекламного видео только что с Темой. Я довольна. Получилось классно. Очень. И теперь я посмонтировала уже, отправила на согласование с брендом. И мы поедем с Асей в Ашан. Мы собирались поехать сначала в троговый центр для покупки подарков, а потом поняли, что там целесообразнее. Сначала сейчас ездит в большой Ашан, потому что Асе нужно посмотреть украшения для своей комнаты. Мне нужно посмотреть еще сладости всякие, много конфеток для боксов для вас, для подарочков. И плюс еще нужно посмотреть коробочки и упаковочную бумагу. Прицениться. Выбрать что лучшее. И посмотреть, стоит упаковать в магазине или заказать онлайн. Короче, поедем сейчас в Ашан все-таки. И я еще куплю, ну мы купим еще, нам такое типа бытовая химия нужна. У нас туалетный утенок закончился, знаете, вот такие всякие штуки. В Ашане это все дешевле, чем везде, поэтому мы поедем туда. Все, мы пришли к машинке. Сейчас ее, правда, надо будет от снега чуть-чуть от это отскрести. Я ее сначала заведу, чтобы грелось. Эй, привет! Так, ой, примерзла чуть-чуть. Где моя щетка? Вот. Он не примерз, слава богу. Что? А, ничего себе, ко мне пришел оператор. Обращайтесь. Хорошо. Так, важный нюанс, всегда ссыпать снег с капота тоже. Ася, для тебя? Я знаю, потому что он отлетает в лобовуху. Да, он начинает лететь, и тебя ни черта не видно. И лучше и с крыши снимать, потому что ничего не видно сзади едущим машинам. Я это знаю. Лайфхаки, я просмотрела миллиард видосов. Так. Могу помочь? Да нет, у нас одна только щетка, к сожалению. Надо было забрать, кстати, уже не вторую. Быстрее было бы. Но здесь все равно, видишь, примерз снег. Да. Она стояла, кстати, 4 дня. Я ее не заводила. Мы ездили то на Маске, то никуда не ездили. Ты бедная, ты замерзла вообще. Греем машину. Я очень надеюсь, что мы нормально доедем, без проблем, потому что очень скользко. Этой зимой я еще не ездила по скользким дорогам. Но было очень много аварий просто, и мы их видели. И Тема ездил уже, говорит, что очень нужно аккуратно, медленно, не спеша, тормозить супер аккуратно. И, кстати, на BMW еще я не ездила тоже, когда скользко. В последний раз я в скользкую, короче, дорогу, погоду, не знаю, как объяснить, ездила именно на Opel. Нужно будет осторожненько. Вот. В Ашан мы поедем в ближайший, но даже до него сейчас ехать 22 минуты, потому что у нас будут пробки аварии по дороге. Из-за скользкости, опять же. Но я думаю, все будет хорошо. Правда, Ася Юрьевна? Правда. Холодно, у меня уже насморк начался. Я не вижу этот прикол, когда ты на секунду просто выходишь на улицу, и уже насморк у тебя. И вот это начинается. Конденсат делает свое, вот здравствуйте, спасибо. Так, ну, выехали со двора, пока вроде все нормально, тормоза проверяю, вроде тормозим. Машутчиком пофиг. Да, машутчики ничего не боятся, они гоняют. В целом нормально. Конечно, все равно торможу супер заранее, чтобы чуть, если что, не скользить. Но норм, не так страшно. Я чуть-чуть переживала, что будет прямо очень скользко, но терпимо. Надеюсь, так и будет дальше, и не будет сильных гололедов. Они, конечно, все равно, наверное, будут. Но я надеюсь все-таки, что нет. Итак, мы уже находимся в Ошане. Я уже набрала вам кое-что в боксы. Потом покажу, или сейчас покажу. Ну, короче, там уже есть киндеры, есть шоколадные Санта-Клаусы. Я сейчас еще хочу посмотреть, какие тут есть свечечки, может, интересные вам. Ну, в боксы все будут, скорее всего, рандомно собраны. Я просто буду плюс-минус их одинаково прикольными делать. Даже пока до конца не знаю, сколько их будет. Буду смотреть потом по наполнению, чтобы все были прикольненькие. Поэтому постараюсь найти для вас что-то максимально классное. Зайцы. Я нашла свечки, которые так вкусно пахнут печеньем новогодним. Это просто что-то. Хочу вам тоже таких взять. Посмотрите, я набрала для вас просто кучу упаковочной бумаги. Я не знаю, здесь миллион рулонов. Там еще бантики тоже для украшения. Коробки я здесь не буду покупать. Коробки я закажу онлайн. Но упаковывать их буду вот в такую красоту. Взяла все в одном стиле, чтобы были красивые новогодние. Обалдеть. Так, все, я на кассе. Набрала много-много всего вкусного и красивого. Я надеюсь, вам понравится. Не удержалась. Обожаю сама этих дедов-морозиков. И вам хочу. Так, все. Пакет со сладостями есть. Главное киндеры не раздавить. И куча упаковочной бумаги. Нам даже специально резиночку дала кассирша. Очень милая. Потому что она все разлеталась. Так, теперь мы идем опять в Ашан. Нам нужно еще купить бытовую химию. Итак, мы уже дома в нашей красивой атмосфере. И смотрите, теперь у нас появилась прихожая. Ее раньше не было. У нас теперь есть коврик. Вот такой у нас есть поддон для мокрой обуви. И теперь, надеюсь, тут будет чистенько. Мы будем сейчас смотреть Гарри Поттера. Я вам вкратце сейчас покажу, что я купила. Итак, тампоны много. Потому что скоро понадобятся ватные спонжики. Мои самые любимые. Большие такие. В Ашане продаются. Вы часто спрашиваете. Намазка творожный, сыр, короче, на хлебушек. Дезодорант новый какой-то взяла. Потому что мой закончился. Колбаска. Новый гель для душа. Вот этот очень вкусно пахнет персиками. Джонсонс. И ветчина. А, ну еще двусторонний скотч для упаковки потом подарков вам. Все на подарки в этом пакете. Я его даже не буду разбирать. Уже буду потом фасовать сразу в коробочке. Итак, мы посмотрели Гарри Поттера. Это уже сегодня у нас была часть Гарри Поттера и Орден Феникса. Осталось, кажется, две или три. Три. Мне кажется. Мы еще не смотрели. Принц Полукровка и две части Даров Смерти. Да, осталось три. Я рада. Буду плакать, когда все досмотрим. Я ненавижу заканчивать смотреть Гарри Поттера, потому что я хочу, чтобы он был бесконечным просто. Посмотрите, какая у меня красивая заставка на ноутбуке. Мы такие миленькие здесь. Скоро уже будут готовы фотографии с этой фотосессии. Они уже почти все обработаны. Поэтому будет красота в инстаграме. Мы ждем. Я очень рада тому, как сегодня прошел день, потому что он был супер продуктивный. И вчерашний тоже. Я очень довольна. Я не знаю, возможно, вам это не чувствуется, но я реально закрываю много незакрытых дел. Много по подаркам решаю. Наконец-то занялась подарками для вас, розыгрышем. И, в общем, реально много всего она заказывала сегодня. Асе подарок уже готов. Маме подарок практически готов, как я сказала. Тема все еще под вопросом сложный. Он у нас темная лошадка. Бабушке завтра посмотрю что-то. Даша подарок придумала. Вам уже реально, ну, все готово. Я уже даже сегодня заказала коробки все. В Ашане не стала покупать. Заказала онлайн. Намного выгоднее по ценам получается. Потому что в супермаркетах уже с наценкой. Если брать большое количество коробок, то на сайтах, где, короче, продают их опытом, это намного выгоднее. Поэтому я так и сделала. И если посчитать общую сумму, наверное, наполнения каждого бокса, которую я уже сделала, это тупо страшно. Я не знаю, это просто жесть. Я, ребят, вас очень сильно люблю, потому что вы не представляете, сколько я уже потратила. Я не знаю, если я, когда все это закончу, может быть, я потом вам назову приблизительную расчетную стоимость боксов. Но мне самой страшно это представить. Затеяла я, конечно, интересную штуку. Блогеры обычно это делают со спонсорами, чтобы не влетать в такую копеечку. А я решила гулять так гулять. И вот, буду дарить вам от себя подарки. Ну, ничего, мне это приносит удовольствие. Поэтому работаем, все хорошо. Завтра мы с Асей едем в торговый центр, уже именно в торговый центр полностью. За еще мелочами, кое-какими. Я за подарком для бабушки еще. У меня бабушка еще вот уже без подарка остается. И после будем паковать все подарки, все коробки, боксы. Я не знаю, сколько это, наверное, я дня два на это все потрачу. Потому что будет очень много работы. Это все надо будет красивенько сделать. Завтра мне еще посылки надо будет забрать. Короче, приятная рутина. Поэтому все круто. Да, я, кстати, даже Жене подарок уже подготовила сегодня. Вот, забыла вам сказать. Даже для Евгения у меня уже есть present. Все. А, еще завтра в торговом центре мне надо будет купить подарочек для Аси от Темы. Как бы мне Тема поручил важную миссию. Ну, ладно. Я знаю, что Асе дарится. Все, друзья, я спать. День был жопный. По дому многое сделали. Купили много всего. Кучу денег потратили. Кайф. Что сказать. Все, всем пока. Увидимся с вами завтра. И я вас уже могу начинать поздравлять с наступающими праздничками. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...